итак здравствуйте вот вами такой небольшой проект ну как небольшой вообще это в принципе претензии на развитие развитие библиотеки qt правда версия 481 довольно старая но по факту как я понял там вообще ничего никто не развивал она лет 15 как и сделали тролли так она и остановилась вот здесь вот как бы сделана попытка развития и вот такой наш небольшой примерчик вот табличка одна вот вторая допустим вот третья и вот допустим мы работаем с ними добавляем выбираем вот и сразу видно что вообще здесь внешняя связь то есть таблица товаров открывается сначала вот мы выбираем а потом выбирается еще некоторые подчиненный справочник мы называем это субучетом вот так условились называть вот и получается довольно удобно так вот понятно цена пересчитывается то есть идея простая вот какие-то делегаты чекбоксы комбо боксы это легко очень все реализуется это не проблема сама трудно это все таки реализация внешних связей тут в чем фишка там что в штатной реализации класса q искать релэй шинал тейбл моду и такой последний класс там вообще по моему ничего было не доделано по сути и он был очень неудобный там нельзя было взять его и скопировать строчку не буду объяснять почему как здесь все сделано здесь сделано на основе скрытых колонок то есть на самом деле вот эти колонки они скрытые они добавляются перепределением функции с селик стейтмент то есть перед селектом селик стейтент выдает от строку из коль этого запроса мы просто переопределяем мы соответственно добавляем не просто названием манга но его айди айди соответственно в таблице вот в этой айди все логично вот потом служебное поле вот такой использовать для субучета то есть для реализации того вообще включен субучет или нету бананы нет субучета он собственно собственно его и не реализует вот одно если мы допустим у нем ему включим его включается кстати вот так редактирование включается и выбор то у него появится субучет и соответственно мы ему что-то забьем не важно что выберем вот это субучет вот еще раз вот такие колонки то есть вот эта колонка относится к этому полю это иди это к этому а это говорит что у этого поля есть субучет включен вот для этого в общем как-то так в общем главное что работает во первых еще что важно что реализованы вот именно в парадигме к ютешной вот этой идеологии вот эти модели то есть редактирование он фильм change он мэй ну вот он мэну например он очень сильно отличается да мы выбрали но звездочка поле еще не сохранено в базе submit all она сохранилась соответственно удаляем удаляем они так своеобразно не удаляется submit all удалились но он fill change и он raw change такие заморочистая там тема но в принципе все сделано работает я считаю нормально но ошибок кстати вылезала много поработали мы долго над этим вопросом теперь что еще по мелочи наверное поскольку мы селе переопределяем собственно у нас есть еще вот такие поля я их называю вычисляемые поля то есть просто указываем там одной команды что вот это поле вычисляется под данным вот этой таблице но для такого-то товара соответственно с каким-то иди там вот и все работает в принципе можно указать любую функцию суммирующего там их куча каунт можно еще чего нибудь вот каун кстати вот здесь здесь сумма здесь сумма ну короче там в общем в принципе довольно гибкая система получается и можно в общем-то реализовывать все что надо по мелочи тут еще по моему выравнивание где-то без проблем влево вправо и так далее реализуется прям в модели прописываешь и так далее в целом как то вот это все вот так вот пока на сегодня все если интересно пишите скажем проект развивается поддерживается довольно уже годик тонн больше наверное все таки он не будет скажем так заморожен потому что он используется в двух уже коммерческих проектах вот то есть это как бы бесплатная часть открытая на гитхабе все выложено на сайте у нас там тоже все выложено вот чисто развитие именно qt модели двух классов вот этих qsql table model и q table view то есть модели представления и вот принципе чё еще надо скажу откровенно я на сегодняшний день в принципе не знаю вот меня все тут устраивает берешь класс его там буквально простые примеры а потом покажу наверно на оси плюс плюс qt creator мы все это делаем под windows вот все это можно показать но уже в следующий раз вот пример кстати на гитхабе он выложен и минут этот сишный качайте и работайте так далее до свидания